Всем привет! Очень часто в контакте мне приходят сообщения с просьбой рассказать, как приварить гайку, к примеру, к столбу. Поскольку у вас самих это не получается и весь шов ложится на трубу, но никак не на гайку. Поэтому давайте сегодня именно в этом и разберемся. И начну я с самого простого, а именно как приварить крупную гайку к поверхности просто плашмя. Если у вас и это не получается, то этому есть две причины. Во-первых, это маленький ток при сварке. И вторая причина, хотя вроде бы ток более-менее подобран, но неправильный угол наклона электрода вы держите. То есть электрод наклоняете в большей степени к самой поверхности, нежели к гайке. Поэтому у вас также получается непровар. И получается мы ни в первом, ни во втором случае не прогрели хорошо саму гайку. У нас не прогорел цинк. Поэтому весь шов ложится рядышком, рядом с гайкой. Также и здесь, как видно, начало ложится на поверхность, поверхность, а гайка зацепилась только в самом конце. И то ее можно спокойно отодрать. Как видно, она ломается вообще без проблем. Поэтому для того, чтобы у нас получилась качественная сварка, выставляйте побольше ток. Я буду использовать 100 А для электродов 2,5 мм. И электрод держите точно по центру стыка. Не направляйте ни больше ни на гайку, ни на металл, а именно по центру варите. И разжечь его можно за пределами вот этой грани. Чтобы у нас опять-таки вышел лишний шлаг. Прогрелся как металл, так и гайка. И чтобы шовчик уже ложился равномерно. Если хотите, можно усилить шовчик движениями слегка на гайку и слегка по поверхности вводить электрод. Вот таким образом. Полумесяца можно варить. Либо, если у вас диаметр больше электрода, то можно просто ввести беспрерывно. Вот таким образом. Ну и после того, как шлак остынет, можно его отбить и посмотреть, что шовчик лег равномерно и на гайку, и на саму поверхность. Но что делать, если гайку нам нужно уже будет приварить не большую, а меньшего размера. И не плашмя, а допустим вертикально к одной из ее граней. И к тому же приварить ее нужно к более тонкому металлу. К примеру, к профильной трубе 40 на 20. Если гайку нужно заварить таким образом, то заваривать будем нижнее положение и потолок. Конечно, можно заварить и вертикал поднять, но делать это нужно очень аккуратно, поскольку большая вероятность того, что мы заденем резьбу, и даже если у вас будет уновинчен болт, то можно спаять и резьбу, и болт. И у вас будет уже испорчена гайка. Поэтому, заваривать лучше уже к профильной трубе с отрывом, поскольку стенка у нее очень тонкая, и большая вероятность того, что она прогорит. Электрод уже выставляем, в большей степени наклоняем на саму гайку, чтобы поменьше взаимодействовать с профильной трубой. Разжигаем электрод в стороне от края, где начинается у нас стык, чтобы опять вылетел весь шлаг, прогрелся, как профиль прогрелся, так и сама гайка, и взаимодействуем с уже наложенным швом. Разожгли, оторвали, и вернули электрод на то же положение, взаимодействуем уже с наложенным швом. Вот таким образом свариваем. То же самое касается и потолка. Ну и получается сверху шовчик. И снизу, если видно. Если гайку нам нужно заварить в таком положении, то здесь уже можно просто поднять два вертикала. С одной стороны и с другой. Конечно же, опять-таки, можно обварить ее и полностью вокруг, но делать это нужно аккуратно. А так, в принципе, двух швов с двух сторон будет вполне достаточно. И будем разжигать электрод снизу. В принципе, тут главное не переборщить, не разжигать сам внизу, поскольку у нас там резьба, и шлак может залететь на саму резьбу. Либо же ее чем-то закрывать, либо болт накручивать, чтобы не повредить саму резьбу. Поэтому разжигаем электрод немножко уже на самой гайке. Можно даже на саму гайку в первую очередь направить электрод, чтобы прогрелась гайка, прогрел у нас цинковый слой. И уже от гайки перенести электрод на профильную трубу. А потом уже можно сваривать и просто точку в тон, точку подержа электрод по центру. Так заварили с одной стороны, так же и с другой. Электрод при этом держим кверху, чтобы контролировать сварочную ванну и чтобы она у нас не стекала вниз. Ну и вертикальчик получается вот таким. Но болело только с одной стороны, со второй и нет смысла, поскольку одно и то же. Ну и сразу проверим, испортилась резьба или нет. Неудобно с этой стороны закручивать. Видно, да, снизу выходит, значит резьба не испорчена. Ну и эту сторону сразу. Все спокойно закручивается, да, резьба не испорчена. Ну и, пожалуй, теперь самое интересное, как приварить вот такую мелкую гайку. Допустим, да, нам нужно будет прихватить ее в профильной трубе и чтобы прикрутить потом болтик. Для этого, соответственно, конечно же, да, прикручиваем болтик, чтобы у нас гайка никуда не слетела. Так, чтобы она ровно тут встала. Ну, вот таким образом. И теперь как же ее нам прихватить? В данном случае очень большая вероятность того, что мы дугой можем попортить саму гайку. Она может моментально прогореть от того, что она очень маленького размера. Тут, по-моему, на 6, если я не ошибаюсь. То ли на 5, то ли на 6. Ну и, соответственно, также можно забрызгать резьбу на самом болту, да, и когда мы будем откручивать, капли на этом болту повредят резьбу на гайке. Поэтому, чтобы этого не произошло, в первую очередь нам нужно защитить саму резьбу от брызг. И для этого я использую медные трубки. Можно подобрать точно по диаметру. Ну, у меня такая нашлась, наверное, тормозные какие-нибудь трубки. Либо же взять просто большего диаметра, но прислонить так, чтобы у вас была гайка видна. Соответственно, резьбу мы сохранили. Теперь только осталось приварить саму гаечку. Здесь, в данном случае, чтобы не расплавилась гайка сразу же, я советую разжигать электрод чуть в сторонке от профильной трубы, чтобы у нас пошел прогрев. И уже постепенно, подводя электрод, у нас уже согреется сам профиль, согреется сама гаечка. И, соответственно, она сразу заварится. Не будет такого, что мы ткнули, тут шлаком все забило, и, соответственно, мы испортили и шовчик, и гайка у нас не держится. Поэтому, чтобы заварить с первого раза, можно разжать чуть в сторонке, подвести электрод к гайке, и потом только уже проварить. В принципе, здесь можно заварить как с отрывом, так и без отрыва. То есть, по-быстренькому провести и заварить. Но я заварю без отрыва, поэтому ток убавлю до 80. Ну и в итоге получается гайка приварена. Снимаю трубочку. И, в принципе, можно ее теперь открутить. Резьба не повреждена. И болтик спокойно откручивается. Но прихватывать нужно с двух сторон, да? Это я для примера просто прихватил с одной стороны. Но всегда, как минимум, прихватывать нужно с двух сторон. Потому что, если мы будем прихватывать с одной стороны, то, соответственно, после того, как шов у нас будет остывать, то гайку будет тянуть. Немножко ее выгнят. Поэтому, чтобы не покосило гайку, прихватываем всегда с двух сторон. Как минимум. Не буду сегодня говорить, что это легко. В особенности, если вам нужно заварить гайки маленького размера, поскольку здесь уже нужна набитая рука, и чтобы электрод во время сварки возвращался в то же самое место, откуда вы его оторвали. Чтобы он у вас не дрожал, и вы случайным образом не задели резьбу и не испортили гайку, либо болт. А для этого нужна, соответственно, практика. Больше тренируйтесь, набивайте руку, и я уверен, у вас все получится. И вы сможете заварить гайки меньшего размера, чем я вам сегодня показывал. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Все, до новых встреч, всем пока!